всем привет приветствую вас всех сегодня на нашем семейном канале по изучению французского языка французский язык по полочкам сегодня у нас с вами очередной урок из цикла французская грамматика и сегодня мы с вами продолжаем рассматривать тему слитных артиклей то есть частные случаи употребление правил слитных артиклей сегодня мы с вами поговорим о глаголах после которых употребляется предлог а и соответственно когда у нас будет стоять после предлога а существительность его собственным определенным артиклем мы будем применять правила слитных артиклей и так я вам напоминаю правила слитных артиклей это когда мы сливаем предлог а или д сегодня мы с вами рассматриваем предлог а с определенными артиклями самого слова таким образом для мужского рода а с артиклем лё будет сливаться о для женского рода а для так и останется ничего не будет сливаться для слов которые начинаются на гласные либо на аж это будет а или остров и для слов которые во множественном числе а плюс лев ле как артикль множественного числа будет сливаться о вот это в принципе все правила слитных артиклей которая касается предлога а вторая часть правила слитных артиклей касаться предлога д значит сегодня мы с вами поговорим о нескольких глаголах когда мы свое действие направляем кому-то то есть последующая существительная которая стоит за глаголом у нас отвечает на вопрос кому мы обязательно после этого глагола ставим предлог а я пишу кому-то значит я должна сказать же крик а келька я даю кому-то я даю сумку своей дочери я даю совету своему соседу и так далее я даю кому-то это после даю обязательно надо применять а потому что у нас действие адресована кому-то давайте сейчас конкретно рассмотрим я вам распишу на доске эти глаголы и как мы их использовать это первый глагол после которого мы всегда ставим а это глагол давать данные глагол первой группы и если я даю кому-то кто-то на французском келька поэтому часто очень вы можете увидеть вот такое сокращение келька если у нас есть здесь существительное которое отвечает на вопрос кому-то я обязательно должна после глагола доны поставить а пример смотрите я даю сумку дочери я даю же дом сумку если мы говорим про конкретную сумку давайте возьмем с определенным артиклем леса даю кому действие у нас пошло в определенном направлении значит мы должны поставить а обязательно дочери 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 отвечает на вопрос кому отвечает значит здесь будет применяться правило с летних артиклей дочь женского рода а плюс артикль женского рода у нас не сливается остается а ля и получается вот такая формулировка фи и жидонный сак а ля фи и если я скажу что я даю сумку допустим сыну то это будет а ль фис теперь смотрим а у нас не существует это запрещено во французском языке мы с вами помню алё у нас переходит в о и получается жидонный сак офис теперь смотрите как легко запомнить что у нас не существует во французском у нас не существует а и у нас не существует как себя отучить это говорить алё что такое алё алё мы отвечаем по телефону алё если вы не говорите по телефону алё вы не употребляйте четко надо себя контролировать что такое долю если вы слушаетесь не будете смотреть долю долю это воды дайте мне воды пожалуйста да вот там будет долю я хочу купить воды долю долю это воды если вы не говорите про воду значит долю в остальных случаях вы не употребляете в остальных случаях вы употребляете если мы возьмем слова во множественном числе допустим я даю сумку детям то же самое я направляю свое действие вы уже поняли да что после глагола доны мы всегда ставим а если действие куда-то направляется я направляю я даю сумку детям а дети у нас во множественном числе поэтому будет артикль множественного числа ли и слово дети вот так но теперь мы с вами видим что а или у нас тоже не существует во французском языке это у нас о с иксом в конце и получается же донусак о замфан о замфан также как или замфан будет соединяться вот это с и x будет читаться через з о замфан это пример с множественным числом и если мы возьмем с вами четвертый тип определенного артикля или подход допустим давайте возьмем пример я даю сумку мужчине мужчина у нас он начинается на аж значит получается же дон люсак а может действие направляем и слово мужчина у нас со своим собственным артиклем начинается на аж поэтому артикль или пустов и получается а или пустов это тот же слитный артикль только он не сливается мы рядом ставим предлог и артикль же дон люсак а лём таким образом вот поэтому а я понимаю что мы направляем свое действие куда-то следующий глагол после которого мы должны обязательно использовать а это глагол говорить дерево если я говорю что то то конечно мы не используем предлог а после глагола дерево если я говорю кому-то только не я должна использовать предлог а дир а кейка допустим если я говорю я говорю соседу жди а лего за алё только что мы с вами говорили не существует поэтому алё мы убираем и ставим о жди у ваза обязательно если я хочу сказать я говорю детям а ле за алфа а ле опять-таки у нас объединяются подставляем слитный артикль о замфа тут будет соединяться жди а замфа я говорю продавцу продавец у нас леванда а ле ванда а ле не существует мы никому не отвечаем по телефону поэтому мы алё убираем и говорим о ванда если же я говорю продавщицы продавщица ля ванда ля у нас ни с чем не сливается и это будет жиди а ля ванда следующий глагол который у нас употребляется с предлогом а и выражает действие кому-то это писать и креер кому-то допустим я пишу я пишу полю жикри теперь вспоминайте поль у нас имя собственно никакого артикля перед словом поль мы не употребляем это имя но предлог у нас сохраняется да у нас нет артикля как допустим вот закрываем артикли да у нас нет артикля но у нас есть предлог поэтому жикли а поле жикли а поля только так если допустим я возьму то же самое слово мужчина а лена если я пишу детям жикри а о заму фан и мы с вами уже понимаем что о это слитный артикль вот он это будет а я пишу кому-то а плюс артикль множественного числа о замфа если же я не ставлю артикли это одни из первых нас третьего по восьмой уроке в которых я рассказываю когда мы артикли не употребляем если вы забыли пересмотрите пожалуйста если мы не ставим артикль предлог мы все равно должны употреблять допустим я пишу этой даме слово это заменяет артикль артикль мы уже не употребляем но предлог мы все равно сохраняем поэтому жикли а а обязательно мы же должны показать направление действия сеть да жикли а сеть да никакого артикля не будет потому что слово сеть вытесняет артикль это даме следующий глагол который мы употребляем с предлогом а если мы направляем действия кому-то это глагол анвуа не отправлять анвуа е анвуа е отправлять а келькин и то же самое если я говорю я отправляю жану вы обратите внимание глагол начинается на гласную поэтому еще будет сливаться жану а а мамы я отправляю к моей маме и вот это она показывает направление нашего действия допустим я отправляю на почту а для пост здесь мы с вами видим а ля пост для пост женского рода а ля это существующие слитный артикль поэтому мы его так и оставляем я направляю соседу допустим сосед у нас мужского рода левуа левуаза а ле у нас опять таки не существует заменяем его на о ваза вот так о ваза я отправляю детям допустим я отправляю гостинцы детям дети множественного числа артикль ле артиклец предлогом а у нас сливается поэтому будет жанвуа о замфа о замфа я думаю что сама схема вам уже понятно осталось только запомнить после какие глагола все таки мы употребляем и блок а следующий глагол с которыми вас познакомлю и после которого мы употребляем всегда предлог а это глагол телефон и звонить телефон и а келька обязательно же телефон а мамы же телефон а а лём же телефон о замфом и так далее всегда вот этот а будет у нас переходить в какой-то из слитных артиклей в зависимости от последующего слова хочу обратить ваше внимание что у нас существует во французском языке два глагола звонить это телефоны а келька келька но если мы употребляем глагол apple и звонить звать apple и просто apple и келька никакого а здесь уже нет поэтому будьте внимательны не путайте телефоны а apple и без предлога а то есть j'appel mon mari но же телефон а манн а и я пыль ля полис же телефон а ля полис и так далее в этом разница то есть это глаголы синонимы но они употребляются с разным грамматическим правилом будьте внимательны не путаетесь следующий глагол который мы также используем с предлогом а после него это будет глагол показывать монтай показывать монтай показывать это слово именно вот эта формулировка монтай лежит в основе нашего слова демонстрация демонстрация монтай то есть что-то демонстрировать показывать и если мы показываем и демонстрируем кому-то мы опять-таки свое действие направляем по отношению кому-то мы используем здесь а келькин опять-таки это первая группа а маме же монтарь о зон фанжи монтарь аллен же монтарь о герсон же монтарь о ваза же монтарь о ваза если это будет множественное число и так далее то есть после глагола монтай мы точно также используем предлог а еще один глагол в моем списке который я вам подготовила это глагол советовать концы и концы и концы и а келькин я концы и а маши я концы и а ладам даме я концы и а лома я концы и о герсон же концы и а зон фан и так далее зависит от того слова которое мы присоединяем дальше концы и давайте теперь как подведение итога выпишем все глаголы которые я вам сегодня перечислила чтобы они у вас сразу все были перед глазами которые мы используем с предлогом а после этого глагола первый дом и следующий день говорить и креер писать анвуае отправлять телефон и звонить монтры показывать и концы и советовать все эти глаголы будут использоваться с предлогом а после них и как всегда во французском языке нет ни одного правила в котором не было бы исключения поэтому и в этом правиле тоже есть свое небольшое исключение конечно есть список глагол после которых мы ставим существительное то есть существительное отвечает на вопрос кому но мы не ставим предлог а давайте сейчас я вам выпишу эти исключения для того чтобы вы их знали исключение во первых это уже глагол который я вам назвала а плен звонить звать второй глагол это и д помогать и д многие ему произносят как айдэ и д д д помогать дальше об люди и ап люди и ап люди и аплодировать глагол второй группы ап люди и четвертый глагол кулах верить кулах верить и пятый глагол он пиши мешать он пиши это исключение из этого правила поэтому после этих глаголов мы не ставим предлог а а мы сразу ставим слово кому келька берем с вами пример конечно все надо всегда разбирать на пример а плен для полис никакого аля полис нет а плен для полис а плен мамы а плен муфис а плен любят сон звонить мальчику а плен леон мужчине а плен лезон фон детям и так далее и д помогать кому-то видите здесь тоже вроде бы как по правилу действия мы направляем кому-то но это исключение среди вот этого правила поэтому после глагола и д мы не употребляем предлог а эдэ ля полис эдэ лезон фон эдэ ле гарсон эдэ ма мэр не забываем что мы а не ставим аплодир глагол второй группы аплодировать аплодир ма мэр аплодировать моей маме никакого а аплодир лез актер а аплодировать актера куа верить куа верить куа ма фи же кома фи я верю моей дочери ни в коем случае мы не говорим жуку а а ма фи хотя мы говорим же игры а ма фи же обвое а ма фи здесь та же самая логика но это исключение же куа ма фи же куа лёгер сон же куа лезон фон и так далее обещать мешать быть лишним мешать обещать обещать лезон фами мешать детям обещать то есть тоже это действие направляется к кому-то но здесь не ставится никакой предлог а это тоже исключение ампиши ля полис мешает полиция ампиши мафии мешает моей дочери ампиши лезон фон мы употребляем без а я надеюсь что тема слитных артиклей постепенно постепенно как говорят французы о феуре мизю вам становится все ближе ближе все более яснее и яснее в принципе нам осталось сами совсем немножечко случаев разобрать употреблением предлогов а и предлогов д и эта тема будет для вас уже родной спасибо что вы были с нами на нашем канале продолжайте